Привет всем! Меня зовут Нала и сегодня по вашим просьбам я решила рассказать о своих маркерах и все подробненько описать, показать, как они вообще выглядят. Ну, начну со своих самых первых маркеров. Про-маркеры вот такие. Они тоже достаточно известные. Они английские и достаточно неплохие. Как и у большинства маркеров, у них есть два конца, то есть один тоненький, вот такой, и другой конец толстый. Причем очень удобно, что вот здесь он более заточенный, а здесь такой квадратненький на ощупь, и ты, когда рисуешь, ты не путаешь их. Они, как я уже сказала, одни из самых дешевых и где-то штучка стоит, наверное, 150 рублей или 140. Не знаю, сейчас кризис, наверное, уже немножко подороже, но, тем не менее, они считаются одними из самых дешевых, как я уже сказала. Мне их подарила мама рано в год, и мы их вместе с ней покупали поштучно. То есть это не набор, их можно вообще спокойно покупать поштучно. Только сейчас, наверное, мало магазинов, которые они есть. Раньше они были в республике, и как раз-таки самый первый раз я купила их там, но сейчас в последнее время что-то я вообще там их не вижу. Потом они раньше продавались в красном карандаше, но что-то вот их тоже там я в последнее время не наблюдаю. И вот сейчас я купила их в магазине Калаш на Пушкинской. Кстати, неплохой магазин, такой художественный там холсты, и все, не подумайте, что это реклама, просто многие меня спрашивают, и я вот сейчас вам рассказываю. Ну, там, правда, очень редко бывают наборы, а поштучно их там мало, но, тем не менее, они есть поштучно. Также там аквамаркеры есть вот той же фирмы. У меня, я покупала их для цвета кожи, но на самом деле разница между вот цветом на колпачке, да, вот самим цветом очень отличается от того цвета, который у тебя получается на бумаге, поэтому когда будете покупать, вы будете очень осторожны и всегда пробуйте маркеры на бумаге. Я вам их чуть позже покажу поближе и распишу по цветам. Далее я, наверное, продолжу свой сказ о маркерах графит, или как они называются, я вообще, если честно, сама не знаю, потому что я их увидела в передвижнике, они стоили что-то в районе 2000 рублей. Мне показалось, что за набор 12, здесь их 12 штук, 12 маркеров, это довольно дешево, я решила их купить. Вот. На самом деле, как потом оказалось, это французские маркеры. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот у них такая прикольная коробочка, мне очень нравится. А также у них есть разные наборы, то есть у меня набор кожи, вот. А также там есть пастельные наборы и, ну, в общем, разные. Как они непосредственно говоря выглядят. Сейчас я выберу какой-нибудь, который не поюзанный уже, чтобы было. Ну вот я взяла самый свой мини-используемый. Вот такие они. Значит, на крышечке у них есть номер. Здесь вот у меня на коробочке тоже есть вся их палитра. Вот, вы можете посмотреть. Всего их тут 174 в палитре. Ну, для меня они новые. Я вообще про них ни разу не слышала и решила опробу. Как я уже начала про них рассказывать, у них здесь есть две стороны, то есть тонкая, достаточно неплохое, и толстый. Вот здесь у них есть такая рисочка селенькая, и когда вот эта вот сотрется надпись, потому что они, она реально очень, если вы часто пользуетесь, то она очень быстро стирается, и вам становится сложно уже определить, где тонкий конец, а где толстый. И здесь есть такая специальная селенькая полосочка, чтобы вы могли без труда определить, где какой конец. Еще для меня была находка, значит, вот такой прекрасный маркер, который 00. Нет, я не знаю, тут плохо уже видно. То есть, это нулевой маркер, он идет как блендер, то есть, с помощью него вы можете делать цвета менее насыщенными. То есть, допустим, вам нужно сделать тень, и вы берете какой-нибудь, ну, цвет, допустим, фиолетовый, и с помощью этого маркера, блендер, как я говорила, он уже называется, вы просто его растушевываете, и получается очень симпатично. Ну, я надеюсь, я вам это покажу. Кажется, такой же маркер, такого же типа, есть у копиков, но я не помню. Еще вот главный плюс такого блендера в том, что он подходит не только к графитам, к маркерам графитам, то есть, вы можете растушевать им и маркеры других фирм, такие как промаркеры, тачи и копики. Вот. Ну, про свои копики я уже не буду рассказывать, потому что они уже наполовину выдохлись, и вид у них вообще не товарный. Да. И половину я из них вообще выкинула, потому что, ну, это вообще страшно. Их я вам чуть позже покажу поближе. Ну, и последний набор маркеров, которые я приобрела, это всем известные корейские тачи. Стоили они где-то... Сейчас, у меня где-то тут остался ценник. Стоили они в районе 3000. Набор с 19 цветов. У меня они и пастельные. Их минус, потому что, когда ты покупаешь маркеры в упаковке в коробочке, их нельзя проверить. И на самом деле, вот здесь тоже такой минус, что, как бы, цвет на крышечке иногда может отличаться от коричневого цвета, который будет у вас на бумаге. И это не айс. Ну, я думаю, все знают, что такое тач. Тач есть... Ну, вот, по крайней мере, какие я знаю двух видов. Одни черные, такие, как у меня. Сейчас я про них немножко расскажу. А другие белые. В принципе, они ничем не отличаются, кроме одного момента. Тонкий конец в черных тачах, будем так говорить, он тверже. То есть, если мы возьмем белый маркер тач, то тонкий его конец больше похож на кисть, то есть он мягче. А этот конец твердый. Ну, в принципе, для меня это не играет никакой важной роли. Я особо не вижу никаких существенных отличий. Так что... Но цена при этом очень отличается у черных тачи и у белых. Аж целых, по-моему, на 100 рублей. Я, поскольку я нищеброд, и мне душит жабы купить белые, потому что, ну как так? Ну, блин, вы чего вообще? Где я их покупала? Как тачи-такографиты я покупала на Лубянке в Центральном детском мире в Передвижнике. Там, кажется, на втором этаже, вот, есть этот магазин большой такой. И там очень хороший ассортимент всяких художественных товаров. Там, как кисти, холсты. Также я купила там свой скетчбук Кэнсон, который вы недавно видели. Вот, причем достаточно дешево. Также там вот есть разные наборы маркеров. Раньше я закупала с красным карандашем, но сейчас там что-то слишком дешево. Слишком дешево, слишком дорого, и кроме копиков, к сожалению, ничего нет. Течально. Ну что ж, а сейчас давайте я вам их распишу по цветам. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот и весь мой набор маркеров. Как вы можете видеть, это Pro-маркеры, это графит и это Touch. На самом деле, я думала, что я куплю себе Pro-маркеры и больше ничего не буду нуждаться. Когда я покупала, я была уверена, что вот этот вот цвет, вот этот видьте его. Сейчас я вам его покажу, как он выглядит на самом деле. Вот. Вот этот цвет, это вот этот цвет. Просто вы представляете, каково было мое разочарование? То есть, вот эти два цвета, они почти полностью одинаковые. А сейчас я покажу вам вот этот цвет. Вот. Вот они два. То есть, вообще, вы представляете? Вот меня вообще пояргла в шок. Я теперь буду еще тщательнее проверять, что я покупаю. Вот этот цвет у меня один из ходовых. Сейчас я покажу вам его. Вот он. Он уже у меня почти весь выдохся, потому что я рисую им и одежду, и волосы своим персонажем. Вот. Он такой немножко, прям не чисто черный, он такой фиолетоватый, как вы можете видеть. Очень приятный, мне он нравится. Этим я иногда делаю тени, но очень-очень редко. И вот этим я тоже иногда делаю тени. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит, то есть, реально отличается от цвета. Вот. И это тоже обидно. Дальше перехожу к маркерам цвета кожи графит. Сейчас скажу вам самые мои часто используемые. Это 4120. Вот он. Я делаю кожу, основу кожи абсолютно всю. Дальше это 5115. Вот он, такой фиолетоватый. Это у меня идет как оттенок тени. Или иногда я делаю тень на складках одежды, или я делаю тень на коже им. Дальше идет 4150. Это вот прям он такой серо-коричневый. Он реально очень классный. Им хорошо тоже делать тень. И вот эти вот три, они самые такие. На самом деле они вот, кажется, что они все такие похожие, но когда ты начинаешь рисовать ими на бумаге, то они и отличаются. Есть еще некоторые маркеры, которые я практически вообще ни разу не использовала. Это вот, допустим, 110. Он сделан для такой азиатской кожи, то есть он такой желтоватый. И вот этот 4170, он для негритянской кожи. Я надеюсь, я их как-нибудь все-таки испробую, или я храню их на черный день, если у меня вдруг закончатся вот эти вот основные. Потому что они, скорее всего, уже быстро выдохнутся, и мне нечем будет рисовать. Я буду рисовать вот в дыме. 145, 4145 и 135, они идут на меня для создания румянца. Но если я вдруг рисую какую-нибудь такую большую картину с лицом на всю страницу, то тогда я стараюсь использовать все эти маркеры для создания такого живого эффекта натурального. Разница на крышечках, кстати, вот, на вот этих колпачках, я у них такой особо сильный, прям не замечала. Так что их можете смело покупать. Они, кстати, для меня это было открытие, потому что они достаточно неплохие, они французские. Я уж не помню, говорил я это или нет. Я надеюсь, что в скором времени я буду их очень хорошо эксплуатировать и покупать. Дальше тачи. Вот эти прекрасные. Как оказалось, здесь очень много такого оттенка фиолетового и, в общем, таких светлых оттенков. Так, у меня прям такая красивая палитра получилась. На самом деле их колпачки тоже достаточно отличаются от цвета. Сейчас я вам это покажу. То есть, вот, допустим, я возьму, вот он, 17-й. Тут, конечно, на колпачке не видно, но вот здесь вот, если посмотреть, вот он, R-P17. Вот он, то есть, вы видите колпачок и видите конечный цвет. Вот этот вот цвет на колпачке и цвет здесь. Тоже, то есть, тебе с палитрой, с ними вот особенно вот с этой фантастической пятеркой работать очень сложно. Но я стараюсь привыкнуть. Дальше мне очень нравится вот этот цвет такой оливковый. Им я люблю всякую одежду рисовать. Потом такой бордовый, не знаю, наверное, ближе к бордовому или какому-то малиновому. Я использую для тоже нанесения румянца. И еще здесь есть дополнительный такой цвет кожи, можно сказать. Я не знаю, зачем мне их столько. Наверное, потому что они у меня всегда высыхают и мне всегда его не хватает. У меня теперь просто перебор кожаного цвета и это шикарно. И сейчас я вам обещала показать, как работает вот этот вот прекрасный маркер нулевой. Вот он здесь. Его совершенно не видно на бумаге, если вы им просто проведете. Он просто прозрачный. Но как он работает на других маркерах. То есть я попытаюсь, видно вам будет или нет. Вот я возьму даже вот этот вот и попытаюсь растушевать. На самом деле маркеры вот эти все, тач, копики, они сделаны для мангак. Особенно копики. То есть это профессиональные японские маркеры. Я сейчас о копиках. Еще раз повторю. И они сделаны для того, чтобы вы могли рисовать ими мангу. Сейчас я еще покажу вам на голубом, наверное, если здесь плохо видно. То есть ты вот так делаешь, а потом растушевываешь. Сейчас немножко подсохнет. И вообще вот эти копики и тачи, они должны отлично смешиваться сами между собой, без всяких блендеров. И сейчас я попытаюсь вам это показать. Допустим, обычно я... Ну и вообще все вот эти маркеры, вот эти, промаркеры, графиты и тачи, они между собой отлично смешиваются. И это тоже большой плюс. Я возьму, допустим, такой зеленый. И, кстати, зеленый я использую для того, чтобы сделать глаза, нали обычно. И вот такой цвет. Или же вот возьму так. Представим, что мы делаем кому-нибудь красненькие щечки или губки. И вот этот. Ну, получается, так видите, достаточно неплохо. И вот здесь вот подсохло у нас. И мы видим, что получается такой очень красивый переход. Вот здесь и вот здесь. И это большой плюс этим маркерам. Еще я хочу сказать, что если вы рисуете на достаточно неплотной бумаге, у меня сейчас я взяла акварельную такую толстую бумагу для своей палитры, если вы рисуете на достаточно неплотной бумаге, то вы можете рисовать с помощью создания нескольких слоев. Вот, допустим, вот один раз вы провели, чуть-чуть вы подождете пока, вот, видно вам, надеюсь. Сейчас вы подождете, пока он немножечко подсохнет. И потом этим же маркером вы проведете второй раз, и у вас будет то место, где вы проведете повторно, будет темнее, и цвет будет насыщенный. Ну, по крайней мере, так должно быть. С помощью этого тоже можно делать объем. Также по ним отлично рисует белая гелевая ручка. Белая гелевая ручка по всему хорошо рисует, в том числе и по марке. Но будьте осторожны, когда вы делаете лайн. У меня есть такой лайнер. Вот он. Если вы, допустим, чего-нибудь там рисуете им, ну, допустим, не знаю, пусть будет буква Ш, для меня это буква Ш, то он может слегка размываться, лайнер вашему маркеру, и это минус. То есть, прежде чем вы покупаете лайнер, вы обязательно его протестируйте. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось, вам было интересно, потому что я вообще не волейшего понятия не имею о том, как правильно обозревать маркеры. Для того, чтобы сейчас снять это видео для вас, вчера я на ютубе посмотрела кучу всяких роликов по тому, как вообще обозревать маркеры. Надеюсь, вам понравилось, вам было интересно, вы хоть чего-то для себя открыли новое, узнали вообще, как правильно, может быть, ими пользоваться. Дорогие мои подписчицы, девочки, с 8 марта желаю вам счастья, здоровья, отличного настроения, ну и, конечно же, любви. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу, рассказывайте друзьям, и я надеюсь, что в скором времени будет еще какой-нибудь видосик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok